привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня у нас будет очередной рецепт и готовить мы будем снова карасей жареных без костей как всегда шинкованных и рецепт я назвал караси по дальневосточному сейчас у нас весна и начался сезон весеннего восточного витамина c а именно это такая трава называется черемша очень ароматно очень вкусная штука идет практически в любые блюда и солим и морозим короче но я хочу показать один из 10 рецепт с жареной черемшой жареным карасями будет офигенно нам понадобится черемша караси сметана вот такая приправа печенье китайские то арахис обжаренный с перцем и кунжутом классная штука очень вкусная но и немножко соевого соус поехали все по порядку перво-наперво карасей нужно естественно почистить чистить очень удобно их ложкой и в тазике с водой чтобы не летела в разные стороны чешуя просто в воде видите все без проблем очищается из потолка потом ничего нет на вас не падает я как обычно подальше чистил как ну как все скажем тогда на столе у меня через это чешуя из потолка и со стен свисала и отовсюду сыпала земля а так вот без проблем все у вас остается в воде ничего никуда не летит эти все очень аккуратно и чисто также в воде можно будет ли вы потрошите сразу шум потом просто все слить эту баку в канализацию и все дела никаких проблем абсолютно нету все очень легко и просто ребятка россии свежий ну я их поймала на прошлые выходные когда был на рыбалке видео про копченого толстолоба уже норовители горячего копчения вот стой рыбалки ком красиво ломал основу толстолобами так вот здесь у прося есть такая штука груди слышно когда как панцирь и и вот от плавничков просто ножом подцепить его так можно следовать а можно просто вот это кругу взять хлоп вот эту штуку содрать люди просили показать как жабра не вынимать да очень просто вот поднимите жабру вот так видно вот палец вот к спинке вставляем сильно раз и как бы поддеваем ее хоп все жабры удалены с этой стороны делаем то же самое абсолютно уже пиявки появились на карасях сейчас вам покажу вот они вот травосос ведь замороженная штука они безопасны для человека они просто прицепляются карасям к чебакам жабрам и сосуд из них кровь все шабры мы удалили ведь все в одной емкости сейчас я только чешуи почищу и еще и продолжим итак друзья все караси почищены помыты и крата маленько было но к 3 и кричит позже теперь нам нужно избавиться от мелких косточек друзья мне так до сих пор пишет комментариях что кости никуда него конечно не девается на наша проблема не вот эти реберные большие кости нам которые там пять сантиметров длиной такой костью подавиться надо постараться на очень сильно чтобы проглотить и на застрял вас горле проблема в карасе вот эти маленькие вильчатые косточки которые находятся в спинке и хвостики вот здесь хвосте их вообще очень много в спинке вот такой ряд их можно вырезать сделать филе ну большие потери получаются выхлоп филе небольшой с карасиком местного потом по два по три килограмма там да можно филе вырезать а с таких не стоит поэтому решение простое это мельника пошинковать шинковка должна быть правильная и делается все очень просто вложим кладем карася спинка к себе просто будет удобнее и вот так вот поставив пальцы ставим нож острый нож нужен для второго видео но что то чего мы второй ролик сниматься начинаем шинковать хоп 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 отодвигаем пальцы и соответственно режем прорезаем до позвоночника пока вы не почувствуете что нож уперся в позвонок в хвостики кости находится вот до конца от этого плавника вот до этих сил до этих пор где кончается спиной плавничок и вот этот вот здесь надо прорезать полностью по всей ширине меленько максимально мелко насколько вы сможете это сделать все видите но есть и уже не будет они перегорят масло и будет все без проблем теперь вот здесь который в спинке косточки надо тоже прорезать то что же самое но не по всей плоскости уже надо резать а чисто вот вот по этой спинка нож держим под углом вот так и об шинкуем сделать и все правильно и не на и косточки в спине не будет таких карасиков можно давать детям но прорезайте до конца полностью и максимально часто делайте надрезы по спинке видеть мне миллиметром в среднем это чуть меньше где-то чуть больше и прорезано до позвоночника я сейчас рукой ввожу здесь косточки чувствуются они торчат но не настолько маленький что не просто масло перегорят и их не будет самом деле это очень быстро когда брюшка вывести вторую сторону ножек держим вот так под углом и пошла спинка вот сколько-то за него времени 20 секунд карась можно кушать такого карася без проблем без боязни на что вы чем-то подавитесь так сейчас со вторым карасом сделаю то же самое и продолжим так друзья как карасей пошинковали читайте пол дела сделано дальше все просто берем и присаливаем их обычной мелкой солью ну как на его обычно солите рыбку без монотизма присолили чуть-чуть и оставляем их минут на 15 чтобы вас соль маленько вытянула из них лишнюю влагу положите их вот так низким брюшком вниз чтобы вода стекала просто на на тут больше не нужно пока караси у нас подсаливается займемся сейчас обмазка в которой мы их будем готовить так давайте сделаем обмазочку так у нас два карася но возьмем пару ложек сметаны чуть-чуть вместо соли соевого соуса соевый соус и сметана очень интересное сочетание дает попробуйте может быть вам тоже понравится мне нравится это вкусненько буквально чайную ложку соли у есть своего соуса щепотку черного перца здесь у меня микс черный горошком горошком душистый и немножко кориандра все это дело перемешаем дальний восток соседству с китаем есть смешение вкусов азиатской и восточной встречается повсеместно вкусный соус получился рыбки подходит идеально тем более карасям так все часы воду с ним соли вот видите не постояли маленько и вода вон стекла час я солью все и замаринуем уже карасиков соусом так друзья рыбкость рыбкой слил сейчас будем ареновать друзья если вам нравится азиатская кухня заходите на мой второй канал сегодня у нас на воду тушеные соусе хайсин свиные хвосты ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии переходите посмотрите будет интересно и вкусно так ну а мы возвращаемся к нашим карасям россии берем соус и как вот обмазываем карасиков сметану уже соусом это на это же соус добавительность ингредиентов и получается очень вкусная штука так ведь как раз хватило две ложки сметаны на двух карасей все будете делать просто из расчета на 1 ложка сметана на одного каратика так но у нас же еще осталось друзья ой и черемша есть и есть икра вот из икры немножко с них как бы начинку это маловато а если мы сделаем сейчас вот такую штуку возьмем пару веточек черемши обязательно чистим вот эту пленочку с них грязь муравьи всякие бывают прилипают не вот черемшу и почистил на чашу сделаем вот эти бы палочки нам пойдут мы будем жарить они хрустящие вкусные а листики мы вот так вот возьмем отрежем от палочек палочки чуть попозже а листики миленько попрошим сейчас и добавим смешаем с икрой и будет классная ароматная начинка для наших карасей нет у вас черемши возьмите зеленый лук зубчик чеснока добавьте и будет что-то похожее ничего страшного черемша на ранее везде растет у нас это весенний витамин который первый появляется в лесу после нее начинается папоротник тоже вкусная попорник на даже не трава это что такое отдельный вид растения папоротники да с ними обязательно тоже чем приготовим так все замешивать начинку черемша икра карася добавим щепотку соли добрую щепотку черного перца и все это дело перемешаем из подручных практически продуктов получилось вкусно и ароматная начинка для карася для на когда мы ее поджарим икра будет желтенькая и все будет как нужно так теперь все просто берем открываем брюшка карася и половину нашей начинки разделим на пополам примерно плюс минус закладываем во внутрь карачка вот такая вкуснятина получилось так сейчас нагреваем сковороду маслом и будем жарить карасей так друзья массу раскалилась спрашиваю частенько как жарить правильно рыбу не знаем правильно неправильно я покажу как жарю я хорошо раскаленная прям сильно раскаленное масло ведь прям сильно сильно обваливаем рыбу в муке выкладываем на сковороду огонь максимально сильно сейчас у меня под сковородой печка у меня газовая вот максимально сколько можно то на выдать температуру вот на самой большой комфорте маркс мог чтобы рыба сейчас задавать корочкой которая будет служить крышкой так сказать вот ждем примерно одну минутку чтобы все это дело хватило получилась корочка а потом минутки через полторы-две давайте тогда вот видно даже как перестает испаряться вода теперь не начинает масло просто бурлить но нету как бы здесь никто блин брызгов от воды все масло теперь можно убавить газ до середины и жарить к россии на среднем огне до образования золотистой красивой корочки естественно после чего мы перевернем на или покажу я жарим первую сторону может быть три минутки три с половиной раз я убавил все выравнивать видите нагрев так как пор кожу на задавать теперь просто на рыбу пропарить хорошо снизу так вот смотрите друзья одна сторона дар поджарилась теперь добавляем опять газ на максимум потому что мы сейчас будем переворачивать и чтобы у нас масло было максимально горячим берем и переворачиваем рыбку вот такая красота получается вот смотрите перевернули так опять ждем две минутки чтобы у нас опять вниз запечатался и после чего накрываем крышкой чтобы рыба пропаривать друзья не дай бог рыба будет у вас не до жарена речная последствия будут очень-очень нехороший поверьте рыбу надо речную прожаривать проваливать пропаривать полностью чтобы никакой кровью там дней не было все накрываем крышкой опять убавляем газ до среднего у кого электрическая плитка плита на середину ставим температуру и все доготавливаем еще три-четыре минутки с этой стороны так ну вот друзья пять минут все это дело у меня жарилась думаю все нормально тут уже по посмотрим смотри все отлично не забывайте что у нас еще в середине сырая икра которая должна тоже приготовиться обязательно поэтому маленько лучшим получением подольше времени вас подготовиться не дороги выкладываем карасей на тарелку они готовы и сейчас займемся гарниром смотрите на это уже вкусно уже можно кушать и дальше не продолжать это видео но я хочу сделать до конца сейчас я помою сковороду нальем другой чистое масло и продолжим будем жарить через черемшу делать гарнир к нашим карате так друзья все сковороду помыли подсушили я возьму рапсовое масло но если у вас рапсового нету возьмите обыкновенная растительная не особенно тут принципиально так рапсовое масло пошло теперь вот эту вот хрустяшку кунжутно-ореховую такую ну короче вкусная штука пол баночки будет достаточно здесь перец обжаренный с кунжутом арахисом с мукой это дело короче как закуска классная штука но и как наполнение будем тоже офигенная вещь сейчас это дело немножко обжарим еще чтобы она прогрелась и масло стало более таким ароматом кунжутом всем этим запахами вкусами напитается массу хотя масло поменяла цвет ведь стала красным это остренько довольно таки острая штука но вкусная похрустеть пиво мощи классная вещь прямо сухая из банки у нас продается во всех магазинах но если у вас нету можно сказать с интернет-магазина которая торгует китайскими всякими специями приправами не проблема найти вот эту ну печенье на китайских называет этот печенье минутку прогрею хорошо что друзья немножко немножко припустили вот эту специю масло хорошо покрасила сараги чуть-чуть обжарив на стал более ярким вкусом далее добавляем как же без своего соуса в китайской кухне добавим кислиночку я возьму просто белое вино вполне можно заменить длинным вкусом 5 кирпусы они будут остатки остались сейчас спирты испаряться сайт только вкусная густая такая подливка соли не надо своего соус соленый сейчас все это дело выпариться не будет оптимально пару минут по вот видите все упарилась он стал такой густой берем черемшу веточки я обрезал листья листья пойдут на начинку в пирожки с вареным яйцо вместо лука классная вещь получается рекомендую попробуйте так давайте пополам разрежем побеги черемши стебли то есть все стебли черемши пошли сюда готовить их долго не надо только сколько припустить чтобы они чуть-чуть обмяты и они сейчас потеряют свою горечь горечь идет но они будут хрустеть вкусно пахнут острота добавится как из нашего сердца буквально две минутки это дело нужно припустить видите листики начинают облетать и жидкость практически все уже испарилась что нам собственно и нужно вот в общем-то все готово выключаем да не надо черемшу там разваривать растушивать она должна быть хрустящей ароматная вкусная ну все давайте пробовать выглядит уже симпатично пахнут и просто не представляете как кунжутом орехами перцем черемшой все это смешалось соевым вином короче запах просто сможешь так учет друзей карасика выкладываем на тарелку гарнир из черемши и орехов смотрите какая классная а соус просто пушка укладываем сбоку так все выложили а теперь вот этим маслом красным красивым польем сверху ставьте палец вверх кто бы съел такое так ну вот еще друзья харась по дальневосточному готов сезонное блюдо да ну весной приготовить такого карасика один раз в году можно это очень вкусно давайте попробуем выглядит неплохо так часто пишут кости если не давайте сейчас приближу на максимум и откроем ему спинку и посмотрим если косточки реберные косточки никуда не денутся естественно но в репте кости посмотрите на это спинки сейчас фокус поймаю хоть одну то есть торчащую косточку кто-нибудь видит а вот это но так друзья но с черемшой конечно это надо пробовать я мой как она хрустит болит я пробую друзья друзья рецепт очень классный цвета смешение вкусов очень хорошо считается с рыбой блин рыбка нежная мягкая сочная это просто офигеть икра черемшой эти на пожелтела поплотнела горячо все парит попробуем икра хрустит нежная и очень все вкусное ну и как видите костей никаких нет абсолютно хребет естественно никуда не денется ну он и не должен никуда делаться он будет на месте разговаривая его всего ведь нет ни одной косточки даже в хвосте где их просто очень море морище просто можно брать ложкой и кушать это очень ладно друзья это нужно кушать пока горячее так что я по понятным причинам заканчиваю это видео съем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх кому не интересно бесполезно никто еще не верит что шинковка правильно замечу правильная шинковка потому что на эти шинкует то кому как в голову придет крестиками ромбиками блин по диагонали глупости шинковать надо поперек меленько и прорезая до позвоночника кусочек не будет смело кушайте кто пробовал те знают кто сомневается попробуйте будете знать тоже все друзья подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик будут очень новые интересные рецепты погода сегодня хотел приготовить это дело в казане на даче но дождь не судьба следующее видео обязательно приготовим в казане и тоже будет вкусно и классно все друзья переходите на мой второй канал там сегодня у нас свиные хвосты по-китайски офигенная штука но это уже другое кино все друзья спасибо что смотрели до конца всем до встречи и всем пока